всем привет с вами 10 киловольт давно не поднималась тема вертолетов или скажем так давно к никто не летал на вертолета я немножечко тут по скажем так по мониторил интернет так немножко по мониторил интернет ну и что-то как-то не видно видео про вертолетов но понимаю да вертолеты тема неблагодарная скажем так и очень-очень трудная потому что управление кошмарная и все такое в этом роде но сейчас не об этом до вертолеты не очень хотя я допустим доволен мне что дали на том и летаю и не выпендриваясь как говорится и пытаюсь получить полное удовольствие от полетов уже на том что есть данный момент я наверно решил воспользоваться вернее не так я воспользуюсь вертолетом ми-8 для того чтобы полетать на нем и разобназить себе игру себе игру заодно разнообразить заодно и вам заодно и вам показать что можно все-таки сделать чтобы как-то не скучать и так далее а значит мы откроем карту что я тут немножко по придумал откроем карту и значит возьмемся сегодня мы наверно за дальние ближние привода но нет не так не за дальние ближние а за дальний привод возьмемся я сейчас объясню 700 насколько я помню 718 есть один привод а второй привод у нас есть 349 да это 349 привод что такое во вот так он будет видно значит есть привод ближние дальние и есть опрс мы значит посмотрим возьмем привод дальний 349 привод ближний 718 и я вам покажу что я все-таки хочу сейчас мы их в объем так вот она панелька ну допустим на резервный мы добьем набьем 718 а на основной мы забьем 349 349 есть у нас 349 включаем сначала насколько я понимаю включаем сначала мы 349 сначала до него долетим потом полетим на 718 здесь шкала верхняя она показывает насколько далеко скажем так привод находится от нас но допустим по сравнению с тушкой или даже не стук а сам 24 там чем больше шкала отодвигается вправо скажем так стрелка по шкале тем ближе привод тем ближе привод здесь же с точностью да да наоборот здесь чем ближе стрелка левее к скажем так чем она правее стрелка тем дальше от нас привод мы сами видели по карте у нас ближний привод дальний привод 349 намного ближе к нам привод с 718 намного дальше и так и кто-то показывается и чем ближе к нулю тем ближе мы к приводу но это как бы поможет но я бы не сказал что прям вот на сто процентов но давайте сразу скажу что я все-таки хочу вам показать потому что затягиваемся я хочу посмотреть вот мне вот интересно вот есть аэропорт или скажем там есть о пресс а как они выглядят в реале скажем тогда в самой игре и если они там то есть отображение там или это просто скажем так такая вот фигня возле аэропортов есть где-нибудь там в горах или где-нибудь там в лесах или где-нибудь еще них нет и поэтому сейчас слетаем и проверим есть или нету давайте начнем почему бы нет так я уже все настроил я все запустил я только поличу я немножечко по какие настроечки сделаю для этого вертолета потому что мною замечено 100 что определенной настройки нужно делать руль высоты нам не надо а вот чувствительность немножко мы добавим оси элеронов мы добавим остальное ничего трогать не будем так окей а дальше еще есть одна фишка в этом вертолете у него есть автопилот он вызывается shift 6 работает таким образом надо нажимать и так далее но у него есть еще один автопилот вот такого конфигурации и он может настроить вам кое-какие кнопки на джойстике то есть вы на жестике вот я нажимаю цифер q8 и она определяет мне что на ней назначена я уже назначил то есть вот она эта 8 цифер к у меня включается автопилот цифер к вот видите далее цифер к допустим 10 у меня она вот здесь если мы посчитаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и назначил я ее на высоту в клуб а цифер q11 на высоту отключить и теперь я буду помогать себе не вызывая никаких панелей буду помогать летать и получать удовольствие но вроде как все а еще скорость скорость я тоже на отдельную кнопочку нажал ну чтобы нам ее фиксировать поделился ладно давайте полетим пожалуй да нам надо мы уже забили и первый сработал мы сейчас проверим на каком переключены мы до моноризируем 718 на первом и полетим на 349 на 349 вот она стрелочка на него я специально курс убрал чтобы мне не мешал вот так вот сделаем чтобы он вообще мне не мешал потому что я полечу на упрс все взлетаю правее и вылетаю на упрс так полетели взлет мы делаем на тормозах аккуратненько плавненько нежно ласково это все таки вертолет чем не ровно пилот включил что ли я тут пока с вами все это делал автопилот включила забыл выключить поехали а взлетаем взлетаем так хорошо отрегулировали хорошо можно сразу повернуть на него и начинаем свой полет поехали посмотрим что на самом деле происходит скажем так есть ли у нас вся эта фигня есть ли у нас эти опрс и на самом деле скажем так но я буду стараться управлять чисто вручную без всяких заморочек иногда буду пользоваться конечно автопилотом но допустим как у нас хорошо пользоваться автопилотом вот я уже набрал достаточную высоту скажем так сколько же я набрал почти 100 метров так поворачиваем почти 100 метров и давайте мы наверное зафиксируем эти 100 метров и будем продолжать только скорость скорость я зафиксировал скорость у меня нормальная все а дальше я буду лететь и управлять потихонечку уже на автопилоте когда будем подлетать к точке опрс мы его отключим ну немножко секрет открою как бы я уже знаю где эти точки но вот это первое точно которую куда мы летим она как бы город заканчивается и она там сразу и начинается там полянка будет но до дальние при дальняя . 718 я честно говоря не знаю где она есть поэтому мы на нее полетим попозже ага вот смотрите что получилось мы отключаем автопилот полностью и начинаем приземляться где-то здесь находится наша . точка . дальнего привода мы сейчас будем ее искать по прибором видите стрелка вокруг пошла значит где-то рядышком уже рядышком мы сейчас будем пробовать ее найти снижаем скорость 0 узлов уже хорошо назад нам не надо бы конечно лететь зачем мне назад давай вперед вертолетик не шурши поехали у поворачиваем еще и начинаем потихоньку снижаться и усы 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 так скорость набрали большую уменьшаем а вот наверно слева да вот она есть вот она сейчас слева буду приземляться на нее я уже ее заприметил и теперь мы будем уже конкретно на нее приземляться ух ты кусты так но первое приземление получилось у нас не очень почему потому что четко как-то это как-то я податвык от этого вертолета немножко податвык ну все подлетаем а значит ну что получается дальнего привода у нас есть хорошо дальнего привода у нас есть точка вот как она выглядит этот радио маяк антенна все такое прочее ну давайте полетим теперь на ближний но есть на опрс конкретно уже на опрс вот мы ставим на 718 на резервный нб переключились в омги стрелка то есть еще от нас далеко ну я не знаю сработало не сработало взлетим узнаем поехали так устаканили вперед набираем высоту и начинаем лететь да вертолет вещь тяжелая даже дефолтные они управляются даже джойстиком не очень потому что вот у меня джойстик кобра четвертая он очень своенравный но заметил я одну штуку если на нем научиться летать то есть при помощи его да то я думаю что потом любой джойстик окажется просто не знаю легким очень так высота не 100 давайте при поднимемся выше скорость 122 фиксируем отлично зафиксировали скорость высоту высоту отключаем и немножко повыше при поднимемся хорошо вот так вот оставим ну летим летим посмотрим на циферблат ага мы приближаемся посередке чтобы нам начать уже снижать скорость постепенно поэтому я почаще заглядываю на циферблат потому что скорость у нас приличная нам надо притормозить хорошо так продолжаем если уже вот вот тут вот конкретно . да а сценарий аэропорта у меня скачаны поэтому я даже честно говоря я не знаю загружена ли туда сама точка то есть сама картинка ну скажем так сам объект так смотрите что происходит стрелка резко пошла где-то здесь где-то здесь у нас вот мы пролетаем над этим ну значит вот эту поляну будем рассматривать отключаем автопилот и начинаем тормозить и на разворот ровно на 180 градусов но я не буду учить летать вас на вертолете потому что здесь сугубо это сугубо блин личное то есть как это делается я не могу рассказать только вот как одновременно пользоваться автопилотом пробовать или что-то в этом роде потому что так где-то вот тут вот там где-то прямо все начинаем приземляться не приземляться снижаться так тормозим тормозим где-то 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 вот она я ее допустим вижу вот она и потому что я уже знаю как она выглядит да начинаем снижение притормаживаем конкретно немножко назад надо откатиться нам вот она вот она красавица есть 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 хорош и приземляемся есть касание отлично так ну судя по тому что мы вытворяли я немножко добавлю конечно рудов себе зачем я эти руды так так установил управление вот вот конкретно руды объясняю потому что если сделать на всю то у меня взлет получается резкий все таки джи руд на джойстике имеет малый ход и вот поймать ту самую золотую середину это не самолет там есть возможность немножко туда-сюда а здесь если начинаешь немножко туда-сюда рудами на джойстике крутить то просто получается вертолет начинает вот так вот вверх вниз и как попало так что у нас получается что у нас получается получается у нас следующее есть точка и она вот так вот выглядит то есть сейчас нам из 718 на 718 конкретно и вот она стоит полетели обратно полетели домой так ну что ж поехали сначала я немножко газу даю чуток чтоб самолет вертолет верней стаканить чтоб он остался на месте мне моя задача его как бы поднять чтоб он не шевелился о я поднимаю на сколько могу стакань его и f4 потому что руды полностью не работают мы летим домой ты посмотри что делается почему такие дергания идут что-то я не то так скорость 60 вот так вот все теперь мы начинаем движение вон он аэропорт я его уже вижу я не знаю я не буду наверное вводить дальний привод зачем мне его аэропорт чуть правее я вижу его на огне так я устанавливаю высоту и автопилот вот так вот ну еще ради прикола могу этим воспользоваться он сей он сей он сей он сей на рапорт повернуть хорошо что у нас получается так летим мы к аэропорту сейчас сядем мы на виртуале в вертолетную площадку и посмотрим какой-нибудь еще аэропорт да где можно еще посмотреть точки где их много и посмотреть как они выглядят и есть ли они на самом деле интересует очень как же они на море выглядят вот что меня интересует вот допустим сочи там есть на море он что на буе или как а есть ли он на самом деле в этой игре ну вот такие вопросы меня почему-то заинтересовали а выполнить эти то есть узнать на самом деле есть такое или нет я могу только на вертолете самолетом здесь довольно тяжело да можно взять я не знаю низкоскоростной какой-нибудь летательный аппарат и потихонечку пролететь над этими зонами но все равно как-то я пробовал у меня не получилось так летим 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 пора снижать скорость пора снижать скорость будем снижать скорость скоропосадка я так понимаю что я не то у меня почему-то он очень резко клюет носом значит надо мне по-другому сделать вот так вот мы сделаем пожалуй не влево права надо по вещи а вперед назад я должен плавненько делать смотрим да вот так мы и оставляем так скорость 77 скорость 57 57 так 50 меня устраивает 50 поехали так площадка вот она и поехали на посадочку так тяжелый тяжелые вертолеты почти любые тяжелые почти любые с этим джойстиком вообще какая-то кошмарная ситуация я честно говоря справиться с этим джойстиком не очень могу вот как есть так есть дергается прыгает десять узлов пойдет хорошо этот вертолет позволяет посадку производить на небольших скоростях или даже на больших скоростях и как бы можно посесть где-нибудь подальше и подкатиться да это очень хорошо так так хорошо попробуем все таки сесть как положено давайте так тихо 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 сажать все сажают сажают опа хорошо кое-как у нас получилось взлететь и сесть ну вот такая вот получилось у нас полета теперь посмотрим мы что у нас у нас больше точек никаких нету что вот эти точки я к ним прилететь к сожалению не могу как они выглядят не знаю вот поискать их я могу только по дпс навигатору если они есть но мне не получится их найти я не знаю даже они скорее всего и не существуют мне кажется они просто имеют не частоты ничего они имеют просто долготу широту которая вбивается в нагревационный прибор и который указывает где конкретно в этот момент определенная точка я так понимаю это ж не дальний привод не ближний привод это ж не точка ОПРС это не ИЛС это не вор маяк так что я думаю что туда летать нечего поменяем аэропортик в Сочи давайте прям с вами с вами сразу да видео затягивается но кому интересно останется кому не интересно пойдет дальше заниматься своими делами а меня интересует как есть тут интересно Сочи вертолетная площадка есть так а меня интересует другое мне интересует все таки как они выглядят в море и если они в море да сейчас мы посмотрим с вами и это дело узнаем идёт загрузка попробуем во всяком случае это же не страшно так в Сочи уже почему-то потемнело да ладно придется еще раз вам днем хочу день хочу день днем хорошо зачем мне ночь там зависать придется зависать придется это очень долго так сейчас мы посмотрим а могу ли я что-либо сделать кстати а то у этого самолета есть такая вертолета вернее есть такая тенденция очень плохая ага могу иногда сбивается все что что мы смотрим что мы видим здесь в море нету здесь в море ничего все значит в море их не ставят ошибался я но мы посмотрим как они выглядят где-то вот возьмем допустим вор вор маяк вор маяк вор маяк я на вор маяк прилететь не могу как нам его найти у меня нету настройки на вор маяк 112 70 я настрою ничего не произойдет визуально его поискать рядом с этим до 365 давайте посмотрим этот вообще у моря вот это полетим 761 и 365 761 посмотрим 761 365 сначала мы пойдем на 761 хорошо потому что на 761 там возле моря посмотрим вообще как там будет хорошо или не так поехали здесь я уже автопилотом пользоваться не буду здесь недалеко здесь в вертолетах заметил значит недостаточно просто рулить здесь нужно постоянно вот так вот постоянно вот если вы видите у меня ручка рудов постоянно шевелится то есть я регулирую чтобы оставаться определенной скорости мне приходится снижать и увеличивать обороты двигателя обороты обороты постоянно потому что иначе тогда просто он либо нос опускает сильно низко и тогда он начинает очень сильно разгоняться либо наоборот и получается что здесь постоянно надо в движении постоянно постоянно чтобы более-менее лететь или пользоваться автопилотом но автопилотом я не пользуюсь сейчас данный момент лечу чисто вручную стараюсь держать одну высоту и стараюсь так но я думаю что мы где-то подлетаем и я уже начинаю его высматривать вот вижу 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 я его вижу да вот он вот он вот он вот он будет слева пролетать да вот есть есть вот он он слева отлично и теперь полечу сразу я на 2 сбилась на 2 полечу а потом попробуем найти мы где-нибудь недалеко так вот тут 2 там будет где-нибудь вор моя как он выглядит но мне интересно я не знаю если вам не интересно не в жизни я то есть на фотографиях я видел да в аэропортах знаю как выглядит как он здесь выглядит похож ли он на то что мы видели видим на фотографиях или не похож так ну что мы летим к нему уже к другому дальнему приводу или ближний какой он там я не знаю ну во всяком случае к приводу летим и мы посмотрим у нас слева аэропорт и мы посмотрим его а потом попробуем найти вор маяк вот это задание ци будем считать что мы ремонтная бригада значит совершаем облет с осмотром точек радио выбор маяков радио маяков облет с осмотром так 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 что у нас что у нас у нас что-то вверх сильно задрался вертолет надо приопуститься ниже и скорость у нас падает что у нас такой ветер что ли я не понимаю или авто пилот случайно нажал нет это пилот не нажат что-то вертолет как-то себя плохо чувствует плохо управляем вдруг стал почему ты стал плохо управляем так где-то 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 ускоряется стрелка резко влево где-то здесь но но нет еще не здесь блин у меня какая-то программа запускается все время пытается об с как-то криво совсем работает так что я ничего не вижу вы чего-нибудь видите вон она вон она вон она прямо по курсу возле домика интересно вот там в этом домике живут люди да рядом стоит этот радио маяк не облучает он их не мешает он им вот это вот тоже вопрос да никогда никого не интересовал как люди живут рядом с такими маяками а мне интересно вот сейчас мы приземлимся сходим и спросим если есть кто дома поехали ну а вор маяк я наверно его не найду все таки скорее всего не найду приземляемся хорошо все садимся так сейчас игра заклинит не буду не буду ничего делать так ну что мы заглянем на карту поставим на тормоз заглянем на карту и посмотрим где он у нас примерно по курсу может и найдем так на таком же расстоянии примерно как мы пролетели ориентиров никаких тут нету конечно выпуклость это справа прямо по курсу надо лететь ну давайте попробуем чё чем как говорится ну мало ли поехали чё теперь нас же за это не поубивают поедем на небольшой высоте будем пользоваться а чё может быть мы включим вот так вот вот так вот ну а чё а чё кто нам запретит есть они тут во ну раз искать мы собрались давайте включим его ради интереса выяснили радиомаяки ОПРС есть а вот вот будем теперь выяснять вор маяки это впереди так у меня стоит сколько ну что где-то где-то приближаемся 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 муж он на крыше вообще где-нибудь стоит глаза сейчас себе сейчас глаза лопнут снижаем скорость высоту и начинаем и начинаем искать усердно пока не вижу лечу как бы на него но его не вижу так ещё попробую увеличить хорошо ещё увеличим так где-то тут странно я ничего не вижу ну где-то под нами прямо интересно ничего не вижу если честно вы видите что-нибудь попробуем вот так сделать иди что происходит блин сейчас в аварию попаду виды виды не переключается мне нужен вид а у меня он не переключается блинский он сейчас остался то где этот вид он остался в улан-удэ не представляете как это далеко не я его не могу найти во всяком случае я его не могу найти так где-то впереди начинаем подлетать не понимаю я нигде не вижу его а вот это не он а что это за здание а что это за здание а что это за здание такое мобому нашел давайте посмотрим все зависаем разворачиваемся со снижением может может а он и есть или это просто вот смотрите подо мной вот он я думаю что это он нашел так надо там вот сюда вот сесть и разглядеть его как следует подо мной не знаю что подо мной потому что я не могу честно говоря посмотреть как следует а вот здесь знаю тяжело тяжело без вида а если я оставлю я боюсь игра в выгляде вылетит ему улететь более четырех тысяч километров виду виду я имею ввиду и игра может зависеть с и и и и и и и так ну все приземляемся потом довернем где-то здесь где-то здесь вот он так чуть вперед и на него вроде тут спусто было поехали и приземляемся так хорош 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 отлично 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 спасатка опа есть подкатимся поближе но видите 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 ой 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 страшно ладно подержим во во прилетает есть ну наверное думаю он да вот так вот он выглядит смотрите нашел я нашел его на вертолете можно ли теперь я знаю как они выглядят в данном моменте да и ой сколько тут домов стоит и тоже не мешает ли он людям ну да ладно это уже меня меньше всего касается теперь полетели домой полетим домой давайте полетим домой пора 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 полетели 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 домой скорость набираем вот вот так вот можно разнообразить я наверное я уже не один аэропорт облетел вор маяк у меня первый вместе с вами получилось что мы его первые с вами и нашли а все остальное нет все остальное я не искал то есть то есть вернее в других местах вор маяк я не искал еще я много где проверил в горах есть стоят в лесах стоят то есть есть существуют и хочу найти теперь где нет все таки есть ли такое или нет или проработали очень неплохо конечно здесь график это не очень на вертолете когда летаешь особенно где-нибудь в отдаленных местах да но все равно определенное удовольствие получаешь вот сейчас я поработал как говорится и у меня уже кое-что подустала подустала но при этом я получил удовольствие вот так вот скорость 100 снижаем так идем на посадку никого никого поехали не пойду я уже на посадку на этот самого на заправку пойду хорошо потому что ну не хочу я там целиться тем более на этом вертолете я уже и так по нацелился но на этом сейчас я приземляюсь видео заканчиваем но я просто хочу и хотел вам показать кое-какие вещи которые можно все таки ради своего удовольствия делать боинги хорошо аэробусы хорошо тушки хорошо ан хорошо вертолеты дефолтные тоже есть неплохие маленькие все такие и так далее все это хорошо все это замечательно иду на посадку там подкачусь приостанавливаюсь но ведь есть посадка но ведь вертолет который мне дали то есть вот я его нашел да он не полностью он не похож на дкс овский дкс до лучше но что мне дали здесь на том я и летаю посмотрите поищите видео по вертолетов но не знаю его его очень мало таких видео очень мало то есть никто не пытается не обучать не рассказывать не вообще показать ничего я вам сегодня показал что здесь есть автопилот если вы управляете допустим джойстиком и 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 можно ездить все поехал ставлю скорость буду ехать медленно все также можно давайте попробуем взлет сделать на вот этом всем 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 так насколько я помню нужно немножко вперед подать руль так примерно и взлетать что получится нет вперед никак еще так еще не хочет но тяжело но все это работает это все на тренироваться все можно также регулируется вот пожалуйста на кнопки вы можете щелкать узнавать какая кнопка вот вам кнопка и ее назначить ну вот допустим жму я на девятую она у меня не реагирует 12 вот она вот на 12 давайте что-нибудь назначим на 12 вот она 12 и считаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ну давайте мы назначим отключить курс зачем нам курс не понимаю отключить курс ставим 12 то есть тут тут мотать надо не назначи вот все я назначил сохраняем смотрим есть сработало все 12 кнопка отключить курс а мы поставим на 0 ничего не назначил то есть ну довольно легко все это назначается здесь к сожалению не назначается я не знаю что вот это вот левая сторона я уже и так пробовал и так пробовал мне бы но немножко вот центрацию вперед подать потому что самолет вертолет не хочет никак лететь так как хочу я он всегда пытается катиться назад почему не понимаю я ну я немножко выкрутился уже я чуть нос подаю вот таким образом опа о главу и тогда уже путем ручки вперед-назад я уже как-то удерживаю на высоте удерживаю а если я сейчас нажимаю нажму вот так вот то в принципе я могу при помощи автопилота его держать довольно неплохо миссии выполнять вот смотрите пошел он немножко назад я чуть-чуть вперед его дам автопилот так так хорошо все назад куда ты летишь не надо мне ты тут приостановимся дружок хорошо стоп и чуточку назад вот так вот и можно зависать и висеть часами это вот так вот все спасибо что посмотрели кто досмотрел до конца всем удачных полетов подписывайтесь на канал и и нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем удачных полетов пока